Для чего вообще нужен мухомор? Что он делает на самом деле и какая его цель? Он конечно поправит здоровье, подровняет его немножко. Но как он это делает? Как он правит здоровье? Он правит его тем, что у человека снимаются психологические барьеры и снимаются всякие разные программы. И за счет этого он улучшает здоровье не как самого здоровья, а как идет стирание тех или иных деструктивных программ. За счет этого нормализуется и здоровье и все остальное. Многие люди думают, что здоровье просто устраняет деструктивные программы. И здоровье как бы само выравнивается. И основная его цель на самом деле. И я в этом могу, об этом могу утверждать на сто процентов. что основная его цель любых растений учителей. Но я могу сказать только про мухомор красный и пантерный. Их цель вывести тебя на уровень творца. И я сто процентов могу об этом утверждать. его цель вывести тебя на уровень творца. Это однозначно. И не знаю, как всякие разные веселые грибы и растения учителя. Какпусы и все остальное не знаю. Но мухомор точно это делает. Но не зря же говорят, что он один из самых сильных. В общем, мухомора, да, самый сильный из растений. Вот. И в этом я точно уверен. Я это уже знаю. Я проверил на себе. Идет конкретный выход на богов в начале вселенной. И потом идет выход на творца. Поэтому что он делает? Он в начале зачищает твоё тело. Он защищает твои программы. Вот. Всякие разные. И освобождает тебя от груза непомерного. Здравствуй, Наташ! Вот. После того, как тебя почистили, происходит именно то, что к чему люди как бы все и стремятся. Большинство, которые потребляют вот это все дело, да. Не просто там поправить здоровье и еще что-то, да. А они стремятся к тому, чтобы соединиться с более высокими структурами. Структурами. Высокие структуры у нас это наши менеджеры, да. Наши вселенные. Это... Ну, кстати, мы все аватары. И мы не то, что, как говорится, к менеджерам, да, выйти. Вот. Мы созданы богами вселенной. А они не совсем менеджеры. Потому что они на самом деле... То есть более высокие вот эти вот сущности, они себя не разделяют с творцом. Они себя вообще не разделяют. Они знают, что они и есть этот творец. Разделять мы можем. Только мы можем. И мы считаем, что вот есть творец, а есть боги. Боги, они себя полностью отождествляют с творцом. Вот. И когда ты дойдешь до определенного уровня, ты тоже будешь себя отождествлять с творцом. И тебе не будет абсолютно никакой разницы между богами, между богами и творцом. И ты будешь полностью воспринимать себя, богов и творца как единое. Вот представляешь, ты полностью не различаешь, где есть ты, где есть бог вселенной, где есть творец. Вот это цель. Цель достигнуть творца. Это вот максимальная цель, которая есть. И мухомор устраняет твою личность. Потому что твоя личность, ее не существует. Она существует только пока ты отождествляешь ее с ней. Пока твое эго еще не разрушено до того основания, пока ты уже не начнешь понимать, что твоей личности вне творца не существует. Просто не существует. Ты и есть творец. И если ты считаешь, что у тебя есть какая-то личность, что у тебя есть какое-то я твое внутреннее, это эго. Потому что твоего личного какого-то я не существует без творца. Твое я – это и есть творец. Но когда ты говоришь «увижу Бога» или еще что-то. То есть, я хочу там или хочу увидеть Бога или еще что-то. Ты его не увидишь как отдельно. Ну, вначале, да, он будет как отдельно тебе проявляться. Но когда ты познаешь, что такое творец, ты станешь им и не сможешь его отличать. Он будет прямо в тебе. И твое так называемое «я», оно будет «я творца». И в различии не будет. Поэтому грибы и растения учителя, а я говорю про грибы, мухомор, красный и пантерный, они нужны для выхода в более высокие структуры. Если человек, у него нет цели выйти выше, и он сидит здесь, занимается мастурбацией, ну, значит, он просто не готов. Если у вас нет такой цели выйти туда, ну, значит, продолжаем жить, продолжаем играть, продолжаем копаться здесь, наслаждаться этой игрой. Ничего плохого в этом тоже нету. Просто пробудиться – это тоже уже неплохо. Но наивысшая точка – это слияние с творцом. Поэтому сливайтесь, кто может. Или туда сливайтесь, или сюда сливайтесь. В любое место можете слиться. Друзья, поддержите канал, поддержите меня, потому что контента много, много времени занимает. Кто может, кто не может. Поддержите меня своими подсердечками, вот этими лайками. И пишите комментарии, это тоже действует, это тоже действует на прогресс канала. Давайте, мои хорошие, действуйте, действуйте, можно сказать, злодействуйте. Пробуждайтесь.